Санкт-Петербург 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 Ведь капитализм был дискредитирован абсолютно в те времена. Одна мировая война чего стоила? Шесть миллионов погибших. За что они умерли? Спрашивали себя все европейцы. Как нам жить дальше? Вот когда пошел Иприт над полями, когда стали гореть легкие у солдат, рухнул европейский гуманизм. И никто не понимал, как жить дальше. И тут пришла идея социализма. То есть она, конечно, зародилась раньше, но здесь она стала прикладной. Это был единственный путь в новый мир. Не вредно, что потом получилось все не так. Но это была очень яркая идея. Так вот, что любопытно, мы сейчас находимся точно в такой же ситуации. Заканчивается старая эпоха. Наступает новый мир. Никто не знает, как жить дальше. Причем очень плохо, что это не то, чтобы не знают политики. Политики никогда ничего не знают. Но это не знают и интеллектуальные элиты. Нет идей новой жизни. Нет идей нового мира. Тогда была идея социализма. Сейчас вообще никаких идей нет. Но эхо революции звучит. А конец любой эпохи знаменуется революциями. Мы, видимо, вступаем в революционный период. Ну, собственно, это видно даже по событиям нашего мира. Вот о чем книга. Троцкий интересен в сюжете тем, что революция порождает своих богов, своих демонов. Это очень любопытно, как вот мальчик из, в общем-то, довольно простой семьи. Все-таки он вырос в семье, которая занималась сельским хозяйством. Вполне возможно, он там бы и остался. Вдруг стал великим революционером, который перевернул мир. Но самое удивительное в Троцком – это то, что он практически не имел никакого образования. И при этом умел вести за собой миллионы людей. Он нашел язык революции. Вы знаете, чем революция отличается от всех остальных, скажем, пертурбаций? Тем, что в революции главным становится слово. Это не раз замечали. Слово гораздо важнее, чем танки и пулеметы. Тем более в Октябрьскую революцию. Потому что тогда, ну знаете, все-таки, конечно, очень много оружия осталось от Первой мировой войны. Да, несомненно. Но оно было довольно быстро израсходовано. И главным оружием гражданской войны стал, главным оружием стал энтузиазм. Вот тот, кто умеет зажечь людей, тот и выиграет сражение. А Троцкий-то умел, как никто другой. Не было такого оратора у белых. Вот не было и все. Приезжал Троцкий, и бойцы приходили в какой-то неистовый энтузиазм. Троцкого ждали. Бойска стояли в строю. Выстраивалась обычно, сооружалась обычно специальная сцена. И вот после долгого ожидания загорались прожектора. На сцену врывался Троцкий, знаете, в своей шинели. Шинелья подбита была красным. Он ее на распах обычно держал. Да? И вот этот демон начинал говорить. И после его речи бойцы шли вперед. Им было не важно, что они погибнут. Вот нечего было противопоставить этому натиску революции. Не было патронов, да, не было хлеба, но был энтузиазм. Неистовый энтузиазм, который умел вызывать в народе, в бойцах Троцкий. Фактически он повернул ход гражданской войны. С чем начинали? С чем начинали большевики? Что такое вообще революция? Вот надо иметь в виду. Сейчас мы много говорим о революции, да? Ну, сейчас момент такой, революционный отчасти. Вы знаете, Вася, о революции у нас стали говорить, начиная с протестных событий 2011-2012 годов. Вот это зима протестная, да? На самом деле о революции нам следовало бы говорить, обсуждать эту тему гораздо раньше. Лет на пять, на семь. Потому что тогда уже стало понятным, какой сценарий реализуется в России. То есть какие-то параллели с событиями 1916-18-18 годов? Параллели здесь сколько угодно, я могу их привести. Но сначала я хотел бы сказать о том, что не о конкретных аналогиях между двумя этими ситуациями. Вот начало века и сейчас, тоже начало века. А о том, что, знаете, если попробовать выделить вектор политических изменений нового времени, это от английской революции 1649 год, вот до наших дней, то вот этот вектор политических изменений очевиден. Это переход от автократического правления к демократическому. Вот если взять статистику, тогда все правления были автократическими. Это монархи, тирании, диктатуры, потом пошли партийные государства советского и китайского образца, а сейчас суверенная демократия, как в Беларуси или в России. Это все автократия, автократическая власть. Вот вектор перехода к демократии, это громадный вектор, осуществлялся он путем революции. Почему переход к демократии всегда осуществляется путем революции? Есть определенные закономерности. Одну из таких закономерностей я бы назвал авторитарный тупик. Понимаете, ни одна власть, никакая власть, ни демократическая, ни автократическая не хочет реформ. Вот это надо иметь в виду. Это естественно для власти. Реформа это всегда ситуация высокой неопределенности, это новые правила социальной игры, это приход новых людей, это риск для самой власти. Поэтому любая власть тормозит реформу насколько может. Но демократическую власть, когда она не проводит реформу, легко сменить на выборах. Ну вспомним, как вот Великая депрессия конца 20-х годов прошлого века в Америке. Президент Гувера, да, он говорит американским трудящимся, что все в порядке. Растет безработица, уже голод начинается, да, останавливается промышленность. Президент, как и положено президенту, говорит, что все в порядке. Временные трудности. Временные трудности, вы абсолютно правы, да. Сейчас мы вот накачаем банки деньгами, обратите внимание, как они тогда выходили из кризиса. Они накачивали банки деньгами, прямо как сейчас. Ничего не меняется, да. Мы сейчас дадим банкам еще дешевых кредитов и все заработает. Но ничего не работало. И вот тогда избрали Руслета, который начал реформу. Но это при демократическом проблеме. При автократии власть сменить нельзя. И поэтому накапливается, вы знаете, такая энергия, как говорит Сергей Переслегин, аналитик, энергия отсроченных изменений. И в конце концов, когда она доходит до критической величины, она начинает выплескиваться, расплескиваться просто по улицам и площадям. Я бы сказал, что революции пробуждают вовсе не Кромвели и Робеспьеры, не товарищ Ленин с товарищем Троцким, ну и конечно не Алексей Навальный и Ксении Собчак. Революции пробуждают такие правители, вот как Карл Первый, английский король, Людовик Шестнадцатый, французский король, Николай Второй, император всероссийский, ну и так далее. То есть те, которые пытаются провести вот эти самые опаздывающие реформы... Нет, нет, дело в том, что авторитарная, автократическая власть никогда не хочет реформ. Никогда. Она пытается их оттягивать сколько нужно. Можно оседлать как-то эту волну. Это очень опасно. Есть второй закон авторитарный тупик, да? Вот есть второй закон, это я так громко называю, хотя я сам выбил эту закономерность. Есть второй закон авторитарного тупика. Любое продвижение к демократии для авторитарной власти смертельно опасно. Вот я только что упоминал разных королей, да? А, можно взять ближе. Наш Николай Второй собрал Государственную Думу, да? Шаг к демократии. Не важно, что под давлением там не имеет значения. Собрал. Шаг к демократии. Чем занялась Государственная Дума тогдашней царской России? Она немедленно обрушилась на царское правительство. Вот Государя Императора критиковать было нельзя, просто по закону нельзя. Но от министров только перелетели. И авторитет власти покатился вниз, да? Вспомните Горбачева, Михаила Горбачева. Он собрал съезд народных депутатов СССР. Шаг к демократии. Не важно, по каким причинам он собрал. Это был шаг к демократии. Чем занялся съезд? Он немедленно обрушился сначала на правительство, потом на КПСС, потом на самого Горбачева. Горбачева, конечно, не отрубили голову и не расстреляли в Екатеринбурге. Но вспомним, это не только Россия. Вот вспомним королей, которых я только что называл. Карл I собрал долгий парламент. Чем это закончилось? Королю отрубили голову. Людовик XVI собрал генеральный штат. Это тоже шаг в сторону демократии. Национальный собрал генеральные штаты. А через три месяца генеральные штаты объявили себя национальным собранием верховной власти в стране. И кончилось тем, что королю отрубили голову. А в чем роль в этой революционной ситуации таких персонажей, как Лев Давидович Троцкий? Кто-то должен везти людей. Должен быть Кромвель, должен быть Робеспьер. Понимаете, в чем дело? Нам эти фигуры страшны. Хотя должен заметить, что легенда о расстрелах товарища Троцкого сильно преувеличена. Этим занимался не он. Да, Троцкий действительно на первом этапе гражданской войны вводил такую меру, как расстрел. Децимация расстрела каждого десятого. И захват заложников, воинспецов, родственников. Да, родственники воинспецов считались заложниками. Но статистика вот этих заложников, пострадавших, очень невелика. И специальная работа по этому поводу, это была не то, что пустая угроза, а угроза эвентуальная. То есть она практически не применялась. Как ни странно, при всей его внешней брутальности, на практике он был гораздо менее жесток. У него были другие недостатки, но вот этого излишней жестокости, жестокости ради жестокости у него не было. Понимаете, в чем дело? Нам действительно эти фигуры страшны. Но не забывайте о том, что революция, она сама по себе не является ни плохой, ни хорошей. Это просто механизм перехода из одной исторической фазы в другую. Это очень мощный механизм. Им нужно уметь пользоваться. Но мы же не сажаем там, скажем, ребенка в 8-7-9 лет за руль самосвала и за штурвал самолета. Тоже мощного механизма. К сожалению, революциями до сих пор управляли дети. Насилие, вот это очень важный момент. До недавнего времени, до второй половины 20 века, насилие считалось нормой политической жизни. Что бы ни говорили короли и президенты, о каких бы мирных намерениях они заявляли, как бы они ни клялись, что их главная цель – это благо народа и всеобщий мир, но всегда считалось, прав тот, кто сильнее. И только сравнительно недавно мы перешли совсем к другому мировоззрению, что насилие неприемлемо для решения конфликтов. Конечно, вторая методология, переговорная и так далее, она очень громоздкая. Очень громоздкая, тяжелая, долгая, но если мы не хотим жертв, надо ориентироваться на нее. Так вот тогда в революции, во французскую революцию насилие было нормой. В английскую революцию это насилие было нормой. В русскую революцию оно было уже не очень нормой. Но если вспомнить, что совсем недавно делали англичане в колониях, обратите внимание, даже англобурская война. Ну, скажем, да, даже англобурская война. Сгоняли десятки тысяч людей на равнину, обносили это столбами с колючей проволокой и оставляли их там практически без пищи, без лекарств. И те вымирали. Насколько я помню, это было вызвано тем, что бурые, удивительные люди, они давали честное слово, как привыкли англичане, что больше не будут выступать против английских войск в сооруженных руках. И на следующий день тех же самых буров, которые вчера дали честное слово, ловили. И англичане были вынуждены ответить насилие на насилие. Значит, причины насилия всегда есть. Причины насилия всегда есть. Война, да, экстремальная ситуация. Женская война. Важен сам отказ от насилия. Смена методологии. Вот тогда насилие было нормой. Просто не было другого метода. Обратите внимание на качество революции последнего времени. Появилось такое явление, как бархатная революция. Революция с минимумом насилия. Это новая методология революции. Если говорить о России, которая явно стоит на пороге революции, то нам, конечно, следовало бы сейчас бороться не за революцию и не против революции, а за то, чтобы революция прошла в бархатных координатах. Во-первых, почему я считаю ситуацию в России революционной? Автократическая власть. Это понятно, да? Но еще есть, вы знаете, можно попытаться определить. Я говорил о большом векторе, который пронизывает всю эпоху нового времени. Движение от автократии к демократии. Обратите внимание, этот процесс нелинейный, нелинеарный, так даже скажем. Он с большими отступлениями, да? Революция, диктатура, реставрация, революция, реставрация, революция и так далее. То есть базовая революция всегда оказывается незавершенной. Она никогда не достигает демократии сразу, первым же усилием. Это вполне понятно. Дело в том, что, как ни странно, демократия не хочет не только власть, но демократии не принимает еще и народ. Потому что в момент свершения революции нет людей, которые умеют пользоваться демократическими механизмами. Тут дело не только в революции. Когда проводятся большие реформы, то главная трудность реформ, что нет людей, которые умеют играть по новым правилам. Которого резерва. И должно пройти минимум 10 лет, пока вырастет поколение, для которого демократия или послереформенная реальность станет не инновацией, а традицией. Вот они выросли, они принимают это как нечто естественное. Вот это очень важный момент. Так вот, революция, значит, как осуществляется революционный процесс? С вами не линей, да? Революция, диктатура, реставрация. Вот если мы посмотрим на историю России с этой точки зрения, то мы увидим, что нынешнее правление – это реставрация. Это реставрация, ну скажем так, последнего советского периода, мягкого авторитаризма. Ну, Брежневский период был очень мягким. В принципе, никаких репрессий, главное, не выступай. Делай все, что хочешь, только не трогай власть. Примерно так же и сейчас. Каждая реставрация, последующая реставрация в революционном процессе, мягче, чем предыдущая. Это постепенно и продолжение в демократии. Нынешняя реставрация тоже очень мягкая, но это все равно реставрация. Это показывает, что революционный процесс в России не завершен. Вот именно поэтому я полагаю, что нам предстоит пережить еще одну революцию. Перестройку. Перестройка, да, была революцией, да. То, что принципиально изменилась политическая организация общества, социальная организация, экономика принципиально изменилась. Мы пришли в другую формацию. Перестройка была революцией, со всеми закономерностями революции. Посмотрите на перестроечных вождей, где они все. Революция их всех сожрала. У нас был период небольшой диктатуры при Ельцине. Это была индуцированная диктатура. Но это была все-таки диктатура. И вот теперь у нас реставрация. То есть нас ждет снова лихие 90-е повторение? Нет, это совершенно не обязательно. Я же говорил о бархатных революциях. Вот хорошо бы в России освоить этот механизм. Хотя нам, конечно, Василий, вы знаете, нам, конечно, будет гораздо труднее. Потому что у нас здесь очень тяжелое обременение. Мы страна многонациональная. Многоукладная даже в рамках одновольности. Да, вы правы. Их в том числе и многоукладная. Но многонациональная в данном случае опаснее. Потому что при любой революции нации, малые нации, входящие в империю, начинают требовать независимости. Вы знаете, что сейчас вообще главная опасность для России? Это этнический патриотизм. Вот тот патриотизм, который у нас культивируется, представляет несомненную угрозу целостности России. Не обязательно в его экстремальном виде «Россия для русских». Но и вообще подразумевается, что Россия – это русская страна. Вот такая трактовка патриотизма русская и православная. Такая трактовка патриотизма отталкивает все остальные нации. И начинается этническая сепарация. Очень опасный процесс. Русские начинают вытеснять из национальных республик. В большинстве национальных республик русские за последние годы стали национальным меньшинством. Это 7 республик Северного Кавказа, это Татарстан, это Башкирия, это Чувашия, Тува и даже Якутия. Я, наверное, не все перечислил, но те, которые я помню уже наизусть, в Якутии русские всегда были большинством. Русские становятся национальным меньшинством в этих республиках. А что это значит? Любое ослабление центральной власти и республики заявят о независимости. Что бы сейчас ни говорили их президенты. И ничего сделать будет нельзя. У нас еле-еле хватило силы удержать одну Чечню. А справиться с этим огненным поясом, который может охватить Россия, мы просто не сможем. И я нисколько не сомневаюсь, что Запад несомненно поддержит, например, великий якутский народ в его борьбе за свободу и демократию против тиранической власти России. Но есть же другие всякие силы, которые связывают республики. Экономические связи, взаимная политическая поддержка. Вася, ну о чем вы говорите? Ну как только тамошние элиты почувствуют, что они могут стать самостоятельными и пилить сами, а не оглядываться на Москву, не отдавать туда дать. Они разорвут все, абсолютно все связи. Конечно, Якутии гораздо выгоднее было бы ориентироваться на Штаты, чем на Россию. Тем более, что Якутия очень молодая населедная страна. Они могут просто сдать все это в концессию и жить на ренту. Точно так же, как Арабские Эмираты. И делать ничего не надо. Учитывая запасы якутских алмазов, это верно. Да и вообще, ресурсы Дальнего Востока достаточно велики. Для того, чтобы тамошние народы, якуты, Чукотка, там еще есть такая вот область, да. Великий ханты-мантийский народ, опять же, может потребовать свою долю нефти. Значит, может ли Россия обойтись без революции? Ну, во-первых, революции в истории не всегда осуществляются. Их много раз подавляли силовым путем. Хотя я бы на это очень рассчитывать не стал. Понимаете, есть такое, опять же, явление, как оно, кстати, является диагностическим для революционной ситуации. Я называю его астигматизмом власти. Власть никогда не понимает, что она стоит на пороге революции. Вот вспомним, Николай II, да, в феврале 17-го года едет в Петроград. Он едет из ставки в Могилева, ставка верховного главнокоманды в Могилеве, он едет в Петроград. Он выходит на платформах промежуточной станции. Что он видит? Он видит, как вообще тянутся в струнку офицеры, да, как солдаты едят его глазами, как ликует народ вообще. Купцы, там, крестьяне, не важно тем, кто видит своего императора. Ну, какая революция может быть? Какая революция? Ну, да, есть какие-то мелкие беспорядки в Петрограде, сейчас назначил энергичного генерала, генерала Иванова он назначил. Он наведет, там все будет нормально. И вот подъезжает к Апскову, и вдруг этот путь перекрыт, его загоняют в тупик, поезд загоняют в тупик, да, и объявляют. Вся Россия требует вашего отречения. Знаете, как гром с ясного неба. Вот это астигматизм власти. Никогда власть не понимает, что она стоит на пороге революции. Власть всегда считает, что у нее есть армия, есть полиция, есть внутренние войска, да, а на другой стороне кучка заговорщиков каких-то, да, на иностранные деньги. Да, конечно, мы их задаем. И вдруг выясняется, что в критической ситуации, в революционной, все эти силы развеиваются как дым. Куда исчезла полиция после 1917 года? То есть, вот ее вообще как будто не стало, они все растворились. И здесь надо вычислить еще одну вещь. Вот, вы знаете, когда я видел в эту протестную зиму 2011-2012 годов нашего президента на Путингах, которые ему собирала «Единая Россия», то я как раз и ощущал, у меня и возникало ощущение политического астигматизма. Ведь президент искренне верил, что большинство россиян за него. Это просто к нему чувствовалось. И он не понимает очевидных вещей, что его большинство – это пассивное большинство. Их можно привезти на митинг на автобусах. Они приедут, конечно, почему же нет? Но они не пойдут за него умирать. Вот в чем дело. В революции решает не большинство. В революции решает пассионарное меньшинство. Вообще, в революциях и гражданских войнах участвует от силы 10% населения. Все остальные сидят по домам и ждут, когда это закончится. А вот с пассиональным меньшинством у уходящей власти, как правило, большие трудности. Ведь то же самое было и с большевиками. Посмотрите, в марте 1917 года Киринский Александр Федорович, он же вообще царь и бог. Это спаситель России. В газетах пишут, что это архангел, который огненным мечом уничтожит врагов. Его на руках носили. В прямом смысле. Женщины в обморок падали, когда он разговаривал. С ними истерика случалась. Его засыпали цветами, он пройти не мог. Просто шагу не мог сделать. Нормально. И что? Прошло полгода, вдруг большевики. И никто не хочет сражаться за Киринского. И никто не хочет сражаться за Николая Второго. Даже белые движения вынуждены говорить о том, что они за демократию. В общем. За очередные собрания. Учительные собрания, да, и так далее. Никто. Вот только что был один из сильнейших императоров мира. И ни армии, ни полиции, ничего. Ни корпуса жандарма. Все развеялось. Только что Киринский имел десятимиллионную армию. И ничего не осталось. Никто не хочет воевать за здоровую власть. Вот это вот и есть политический астекулатизм. Власть пребывает в уверенности, что сила за ней. А революция показывает, что это не так. Андрей Михайлович, спасибо. Проспекта Буховской обороны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизаровская. До встречи через месяц. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем.